Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа День студента. И вот уже второй выпуск после наших телеканикул. И мы снова готовы рассказывать про наш любимый Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. И, конечно же, хотим напомнить нашим зрителям, что новый сезон, новые гости, новые люди и, конечно же, новые ведущие. Дима, я очень рада тебя видеть в этой студии. Надеюсь, что у нас все получится. И удачи! Я тоже очень на это надеюсь. Мне вдвойне приятно находиться именно сейчас в этой студии, потому что она буквально переполнена студентами факультета художественного и музыкального образования. У нас в гостях выпускник этого факультета Ляхов Алексей, заместитель директора средней общеобразовательной школы номер 11. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Как ваши дела? Как настрой? А знаете, все замечательно, все прекрасно. Ну, это самое главное. Алексей, мы надеемся, что мы не оторвали вас от уроков, что ваши ученики не пошли раньше домой. Ни в коем случае. Все было по расписанию, все уроки проведены. Вот, а сколько уроков вы сегодня провели? Сегодня, наверное, один из самых сложных дней. Было 7 уроков. О, вот это интересно. Вот ты готов в будущем вести по 7 уроков? У меня бывает по 5 пар в день, поэтому, мне кажется, я готов вести по 7 уроков. Ну, вот значит, что наш университет готовит. Готовит, прям подготавливает. Профессионально подходит. Алексей, вот у нас такой вопрос. Так как вы являетесь выпускником нашего университета, вы интересуетесь вот после того, как вы выпустились? Сколько лет назад это было? Интересуетесь ли вы новостями у нашего университета? Выпустился 6 лет назад, и вот на протяжении всех 6 лет ежедневно это и мониторинг сайта педа университета, это и группа ВКонтакте, и страничка в Инстаграм. В общем, каждый день в курсе всех новостей, в курсе всех событий. Это самое главное, да. Давайте вместе с вами посмотрим новости нашего университета за прошедшую неделю. Смотрим. Давайте. Пятого ноября в музее материнской славы ЧГПУ состоялось открытие выставки, посвященной 95-летию основателя музея Дмитрия Егоровича Егорова. 7-8 ноября на базе нашего университета прошел Всероссийский форум «Педагоги России». В рамках полезных мастер-классов по актуальным темам, посвященным организации образовательного процесса, на форуме собрались педагоги со всех уголков Чубаши. Я приехала из города Новочебоксарск, представляю детский сад номер 2 «Калинка». Буду в дальнейшем использовать в своей работе, применять какие-то техники. Очень радужная постановка, очень приятно. Мне, например, очень понравилась идея, как развивать креативность у детей. Я бы хотела это применять в дальнейшем. 7 ноября в Москве завершил работу Международный конгресс «История самбо». В легкоатлетическом манеже «Стадионная энергия» прошли Всероссийские соревнования по самбо среди студентов, участниками которого стали студенты-самбисты из 15 субъектов России. Высокие результаты на соревнованиях показали студенты факультета физической культуры ЧГПУ. С 8 по 10 ноября на территории санатория «Профилактория мечта» прошла школа профсоюзного актива «Профаб». Ребята обсудили вопросы, связанные с жизнью в общежитиях, поговорили о видах материального поощрения студентов, а также обсудили другие вопросы жизни вуза. А что нового ты узнал после лекции? Ну, на первой лекции мы узнали о стипендиях, какие стипендии начисляются учащимся в ЧГПУ. Мы провели деловую игру вместе с Юлианой. Все заряженные, мощные. Там у них мальчик в синей команде. Прям вообще тащит, я сказала бы. Вот такие вот новости. Я бы сказала, замечательные новости. Вполне насыщенная неделя прошла для нашего университета. Давайте вернемся к нашему гостю, Алексей. Вот у меня, точнее у нас очень много вопросов к вам. Вот, например, лично меня всегда поражают, скажем так, молодые люди, именно там парни, да, мужчины, которые занимаются музыкой. Вот, например, Дима, вы, вот что побудило именно вас когда-то поступить на тогда еще музыкально-педагогический факультет? Ну, с самого детства было всего две мечты реальных. Это быть учителем или быть артистом. Но благодаря нашему факультету и та, и другая мечта сбылась. Да, я учитель музыки. Вот это вот очень, очень, мне кажется, здорово, когда мечты, возможно, как-то воплощаются. Это прекрасно. Да. С какого возраста, вот по вашему мнению, можно учить ребенка музыке? Да, наверное, с самого детства. Вот как только ребенок родился, его можно уже начинать учить. Все же самые колыбельные песни, они помогают. А в каком возрасте уже поздно? Поздно начинать заниматься музыкой. Знаете, никогда не поздно заниматься музыкой. Музыка – это такой вид искусства, в котором стоит заниматься и нужно заниматься. Значит, я еще успею своего дедушку петь научить. Конечно, мы всех всегда успеем научить. Вот какие способы вот именно вы используете для привлечения, удержания интереса вот музыки у ваших учеников или, например, у подрастающего поколения? Что важно, вот что важно? Здесь, наверное, вопрос совершенно в другом, как заинтересовать детей. Да, на данный взгляд. Да, можно прийти и отработать 40-45 минут, сколько позволяет урочное время, и дать тот материал на вопрос, придут ли дети к тебе в следующий раз. Да. Они-то придут, конечно, это школьное расписание, никуда не денутся. Но вопрос, с каким интересом они придут вообще. Ну вот а как этот интерес развить? Есть две составляющих, наверное, вот этого интереса. Во-первых, это дружить с детьми, дружба, она прежде всего, и доверие. Нужно увидеть в глазах ребенка, что ребенок тебе верит и доверяет. Вот тогда, наверное, это успех всех будущих учителей, студентов на мечтах. У вас был какой-то пример в университете или в школе? Почему именно вот такие выводы вы сделали? Ну, в университете у нас педагоги, я считаю, одни из самых лучших, которые научили, которые дали возможность поверить в себя, поверить в педагогов. Вот, наверное, от них это все зародилось и пошло. Я с удовольствием хожу на все пары, на наши в университет. Да, да. Алексей, я с прошлого вопроса, следующий вопрос, а как себя заставить выучить сложную песню, сложное произведение? Дайте какой-нибудь совет. Вот мне, как студенту первого курса, мне иногда бывает трудно заставить себя... Сесть за фортепиано. Сесть за фортепиано. И открыть ноты, и начать... Начать играть, петь. Ну, интересный вопрос, конечно, вспоминаю сейчас свои студенческие годы, но здесь сила воли, просто нужна сила воли. И усечусь, мне кажется. Да, нужно просто взять себя, посадить, вот в какие-то рамки ограничить, просто сесть и замениться. Понятно, Дима. Так что садись, заниматься, учи партии, учи произведения, потом это зачутется, потом это точно пригодится, особенно на сессии. Да, особенно на сессии. А вообще, вот сейчас, когда с детьми общаешься, на урок не выходишь, вспоминаю, что университетская программа действительно помогает. Иногда себя так ругаешь, ну почему я не учил? Ну, была возможность. Многие песни, которые вы учили в университете, вы разучиваете со своими детьми в школе? Может быть, не все те песни, которые мы учили в университете, они пригодились сейчас вот в повседневной нашей работе, но вспоминаю, что это материал, и когда урок строишь, бывает такое, что... Слушайте, а где-то, видите, была песня, дайте-ка я ее найду. А новые песни какие-то, которые сейчас звучат везде, вы как-нибудь используете в своей рабочей программе? Особенно со старшими классами. Со старшими детьми уже приходится договариваться, ребята, давайте вот 35 минут времени моего, 5 минут времени вашего. То есть 35 делаем то, что мне нужно, 5 минут слушаем музыку. Но они идут с вами на программу. Да, мы нашли контакт общий с ними. Судя вот по вот этой вот фотографии, мы уверены, что вы умеете найти общий контакт со своими учениками. Мне кажется, вы в тренде. Ну, помимо того, что я учитель музыки, я еще и классный руководитель как раз-таки вот 9-го класса, выпускного класса. Неплохо. Ну... Как, как вот... Ну, если честно, некоторые думают, что учитель музыки немножечко, скажем так, немножко... Не такой учитель, как учитель физики. И некоторые думают, что быть классным руководителем учителю музыки – это что-то не то. Как вот этот миф разрушить? Все эти стереотипы сложились еще в советское время. Я не знаю, почему так произошло, но вот в нашей школе удалось сломать этот стереотип, удалось поменять систему. Наверное, нужно своим действиям, своим делом доказывать и родителям, и детям, что учитель музыки и предмет музыки – это такой же предмет, как и все остальные. И что учитель музыки может быть полноценным классным руководителем. Вот, это самое главное, я считаю. Ну что, Алексей, мы еще хотим вас спросить про годы студенчества. Помните ли вы свой факультет? Что было такого интересного из студенческой жизни? Пару вот, пару таких ярких... Давайте так, три слова ассоциации с факультетом. Вот так. Интерес. Наверное, вот, честно, на ум сейчас сложно... Музыка, например. Да, интерес, музыка, наверное, и дружно. Вот, и на такой прекрасной ноте, на дружбе, на музыке, на интересе, мы предлагаем, мы предлагаем всем вам сейчас окунуться в прошедшее событие. Это... Грандиозный праздник. Юбилей музыкального направления факультета художественного и музыкального образования. Давайте окунемся в эту атмосферу, вспомним, что там было, и все вместе посмотрим. Музыка, 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 музыка... Мои творческие награди всю голову. Самый музыкальный. Другие факультеты занимаются творчеством в качестве досуга, а мы этим живем. Музыка, музыки, музыка, музыка, музыка. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я желаю факультету, самое главное, творческих успехов, радости творчества. Много новой музыки, много новых встреч, здоровья и вдохновения. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Желаем и дальше процветать и жить всем нам вместе, вместе с нашим любимым искусством музыки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ещё раз хочется поздравить музыкальное направление факультета художественного и музыкального образования. И самое приятное, быть частью этого важного мероприятия, этого важного факультета и важного события. Ну что, мы снова возвращаемся к вам, Алексей, потому что у нас много вопросов. Да, у нас очень много вопросов к вам, к студенту Муспеда, от студентов Муспеда. Сколько времени вы уделяли на занятия музыкой, находясь в университете? Ну, все четыре года, что вы учились, ну, вот примерно. Ну, подсчитать, конечно, за четыре года это всё сложно, но в день, наверное, часа два, три, иногда бывали дни, когда и по четыре часа сидели. Это вне урочи, то есть вне парное, скажем так, время. Да, то есть после пар, после всех индивидуальных занятий, уже там часов в пять, когда приходишь, и до девяти, до десяти бывало сидели в парах. Вот такие вот нелёгкие будни вокалиста-музыканта и народника-инструменталиста. Кстати, о народниках, Алексей. Вы пели в студенческие годы в ансамбле Юрай Чидега. Вот это мне сейчас даже интересно стало. Это топы. Как-то опыт выступления в ансамбле вам как-то помог? В жизни. В жизни, в... В республике, в школе. В работе. Ну, наверное, первое, то, что помогло участвовать в этом ансамбле, то, что я приехал в город Чебоксары, не знаю чувашский язык абсолютно. Сами понимаете, что ансамбль Юра – это ансамбль чувашский, да. Это полосы чувашские песни, да. Вот здесь вот мне было сложно, признаюсь честно, но со временем я начал понимать язык, я начал учить песни спокойно. Вот это вот, наверное, мне в дальнейшем помогло, то, что я освоил, ну, в той или иной степени чувашский язык. А сами вы откуда? А сами я с Торецкого. Сам с Торецкого. Понятно. Ну, вот, да. Вторая, наверное, еще такая составляющая, то, что выходишь на сцену, видишь публику, и уже привыкаешь к публике, перестаешь дается. Вот это вот в школе мне помогло. Когда в первый год работы только-только пришел работать в школу, мне помогло то, что я не боюсь детей. Я работаю с детьми, я работаю на публику. Вот это вот был большой. Вот скажите, вот, например, это лично от меня вопрос. Все студенты нашего факультета проходят практику, да, ведь в школах. Вот как вам помогла практика? Что вы пришли в школу вот так вот спокойно? Вот вам как она помогла? Ну, у нас была хорошая школа, где мы проходили практику. Был хороший учитель музыки, которая нас многому научила. И в первый день практики, когда мы пришли, мы же пришли все деловые на практику. Когда мы все-таки и приходим. И сказали, что она пассивная практика, мы пришли и будем сейчас за вами наблюдать. За что учитель музыки спасибо сказал, никаких пассивных практик. Встали и пошли работать. Вот, наверное, с первого дня нашей практики, с первого дня вот нахождения в школе, вот как раз-таки это и помогло. Потому что мы постоянно ходили с детьми, постоянно находились в общении. А сейчас какой вы в школе? Строгий учитель или наоборот такой лояльный более? Какой? Какой из этих двух? Наверное, строгий, но все-таки веселый. Все-таки веселый. Строго веселый, вот так вот, если можно. Вот так вот объединим. Но по-разному бывает. Чаще всего. Чаще всего веселый, конечно. А к вам приходят практиканты в школу? Бывают. А вы как с ними? Как вы с практикантами? Почему-то стараюсь тоже держать в ежевых рукавицах. Ну, это правильно. Потому что это наше будущее. Конечно. Что это хочешь еще задать, Дим? Для тебя что вот, что интересно? Вот мне как, снова, студенту первого курса. Мне как студенту первого курса интересно все. Самое яркое впечатление студенческой жизни не на факультете. Именно в университете. Чем вы занимались? Где вы участвовали? Самое яркое, наверное, событие, это был всероссийский конкурс, студенческий конкурс «Учитель музыки», который проводился в музыке в Чебоксарах. И была победа на этом конкурсе. Это, наверное, самое яркое событие. Ну, мы вас еще раз поздравляем. Сквозь годы. Сквозь годы. Только, по-моему, это был учитель будущего. Нет, учитель музыки. Учитель музыки 21 века. А учитель будущего? И учитель будущего тоже была победа. Мы видели вас в жути. Да, да, на конкурсе. Это был, по-моему, 2012 год. 2012 год или 2011? 2012. 2012, по-моему, да. А вот, да, извините, что перебиваю. Да, вот Дима правильно сказал, что в этом году мы вас видели в составе жюри конкурса регионального мастерства будущих педагогов «Учитель будущего». Вот для вас подрастающее поколение учителей, оно, как скажем, развивается или наоборот, вот что вы именно скажете? Вообще молодежь развивается. И наш педуниверситет развивается, соответственно, развиваются студенты педуниверситета. Я думаю, что хорошее будущее вообще у учительства в целом, потому что задачу, которую перед нами поставило государство, мы ее выполним в любом случае. С той командой, которая идет работать в школу, молодые учители, думаю, что эта задача будет выполнена в ближайшее время. Ну, а вот что, например, вы бы сказали подрастающему поколению, подрастающему поколению учителей, таких, как я, таких, как Дима? Можно это даже сделать на камеру. Напутствие. Да, такое некое напутствие. Ребята, идите работать в школу, не бойтесь. На самом деле, потому что в школе хорошо, и администрация вас всегда примет и поддерживает, но будьте человеком, в первую очередь. Вот, быть человеком самое главное. Быть человеком важно, особенно, когда ты педагог, учитель. Ну, знаете, Алексей, наша программа в чем состоит? В том, что мы все время не просто разговариваем, а что-то еще и проводим. Поэтому для вас у нас подготовлен небольшой интерактив. Такое будет для вас задание. Я включу песню. Задание называется «Музыкальный перевертыш». Я включу песню, пропущенную через переводчик несколько раз, и пропущенную через имитатор голоса. И вы должны угадать, что это за песня. Поехали. Начнем. Первая песня. Потому что есть мальчики, а есть они оболежут и напрасно вздыхала. Пролежу все твои сны только про Сережу забыла. Ну, потому что есть Алешка у тебя. Руки вверх. Это правильно тебе это нужно делать. Вот так, готовы идти дальше. Так, плюс один. Дальше. Дальше поехали. Что это у нас? Все для вас сурки, туман для вас, море и море. А для вас цветочный лук. И эта песня. Все для вас. Так, все для тебя. Рассветный. Наверное, Михайлов, Стас, да? Рассветный. Все для тебя. Все для тебя. Рассветный и туман. Да, да, да. Когда я первый раз слушал, я ни одной этой песни не указал. Давай дальше. Идем дальше? Дальше, дальше идем. Посмотри на меня. Я вам советую. Я хочу быть богатым. Богачи принцев и королей. Богачи принцев и королей. Так, это, скорее всего, король нашей эстрады. Это. Киркоров. Так, а песня? Можно спеть. Просто подари мне один только взгляд. И волшебный свой поцелуй подари. Нужно было взять песню немножко посовременнее. Ну, давай, давай, давай. Слишком просто. Так, вала за вас. Давай, давай. Последняя финальная песня. Ее мало кто угадал у нас в студии. Слушаем. Последний поиск снова убежал от меня. В свой вагон вошла. Она улыбнулась из окна. Нет, нет, нет. Так было бы очень легко. Еще. Давай еще раз послушаем. Последний поиск снова убежал от меня. И я повернулся к спящему, спящему. Возревращаюсь домой из таможни. Опять от меня сбежала последняя электричка. Последняя электричка, конечно. Ну что, я думаю, что это просто браво. Это победа. Это победа, Алексей. И всем, 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 так как мы сейчас расскажем, так как у нас новый сезон, приходят выпускники. И из-за того, что вы победили, мы, конечно же, хотим вам сделать небольшой подарок от нашего университета с любовью. На память. Это вам, кружечка. Спасибо большое. Ну что, у нас есть еще немного времени поговорить. Скажите, Алексей, вы участвовали в студ-вестном? В Перловке, в Дне дружбы народов. Какие ваши такие вот впечатления, ощущения? Вот это вот просто как на путстве Диме, потому что его ждет еще целых пять лет жизни в университете. Я уже выпустилась. Что вы скажете первокурсникам? Ну, вообще, студенческие годы – это самый лучший год. Вот, ну, не знаю почему, но наши предки всегда так говорили. И когда ты уходил из дома на учебу, всегда родители тебе говорили, что студенческие годы – самый лучший. Это действительно так. И нужно взять от этого максимум просто. Особенно от тех мероприятий, которые проводятся во внеурочное время. КВНы, Перловки, Дни дружбы народов, студвестные. Все. Вот нужно взять просто по максимуму. Это и пригодится в дальнейшем. Перед предстоящим конкурсом Дня дружбы народов, можете создать пару лайфхаков? Как распределить свое время, чтобы успеть и уроки сделать, и песни разобрать, произведения, и на репетицию сходить? Честно, заведи блокнот и запиши. Ну, или просто люби то, что ты делаешь. Я думаю, вы не согласны со мной. Я согласен. Ну что ж, друзья, к большому сожалению, наша программа «День студента» на сегодня подходит к концу. Спасибо вам большое, Алексей, что вы были сегодня с нами. Мы были рады вас здесь видеть. Дима, поздравляю тебя с этим дебютом. Спасибо большое. Ну что же, друзья, увидимся в следующую среду. До новых встреч. С вами был Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. До встречи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин